Цифра дня в начале выпуска. 1,4%. Настолько сократилась безработица в России за последнюю неделю. Такую статистику приводят в Министерстве труда. Сейчас число безработных граждан составляет почти 882 тысячи человек. Снижение было зафиксировано в 73 регионах страны. Меньше всего безработных за последнюю неделю стало в Республике Тыве, Карелии, на Алтае и Забайкальском крае. Время деловых новостей на канале ОТС. С последними событиями из мира экономики, финансов и бизнеса познакомлю вас я, Борис Киргенеков. Здравствуйте. В то же время оказалось, 30 лет самый идеальный возраст, чтобы найти новое место работы. Такой вывод сделали аналитики портала Суперджоп, опросив свыше 3000 россиян. Интересно, что показатели наиболее удачного и неудачного возраста для устройства на работу отличаются для мужчин и женщин. Так, представителям сильного пола стоит обратить внимание на карьеру в возрасте от 27 до 29 лет, а после 50 такие соискатели уже будут ненужны работодателям. У женщин идеальный возраст чуть старше, чем у мужчин от 30 до 32 лет. А теперь о вакансии. Как выяснили специалисты портала HeadHunter, ожидания соискателей не совпадают с нуждами работодателей. Кроме того, желающих найти новое место работы в Новосибирске стало больше. В мегаполисе число претендентов за последние три месяца выросло на 10%. Сейчас конкурс составляет почти шесть резюме на одно предложение. Чаще всего новосибирцы ищут вакансии в сфере спорт, фитнес и салона красоты. Рост числа свободных работников составил 47%. На третий вырос спрос в сегменте рабочий персонал. Желающих устроиться на работу в турфирмы и рестораны стало больше на 25%. А вот работодателям требуются специалисты несколько иных профессий. В лидерах остались продажники, айтишники и банкиры. Парковки, кафе или охрана. Новосибирские бизнесмены рассказали, какие услуги для них наиболее значимы при выборе бизнес-центра, а какие стоят на втором плане. Девять из десяти предпринимателей отметили, что при выборе бизнес-центра они в первую очередь ориентируются на наличие общепита и кондиционеров. Для еще 75% бизнесменов важен клининг офисов. У половины в приоритете безопасность, пропускной режим и система видеонаблюдения в здании, а также возможность круглосуточного доступа в офис. Четверть респондентов заявили, что без парковки не снимут помещение в бизнес-центре. Как отмечают эксперты, арендаторы ни разу не назвали наличие дополнительных функций функциональных помещений, конференц-залов и складов. Строим меньше, покупаем чаще. С начала года объем ввода жилья в стране сократился на 6%, а вот ипотечных кредитов банки выдали на треть больше, чем в 2015. Такую статистику приводят в Центральном банке страны. С января россияне заняли почти 900 миллиардов рублей на приобретение нового жилья. Только в августе объем выданных кредитов вырос на 13%. По мнению экспертов, всплеск связан с тем, что банки стали активнее участвовать в программе государственной поддержки рынка строительства. Средняя ставка по кредитам сократилась на 0,15%. Денег на кассе оставляем больше. Реальные расходы россиян в сентябре выросли впервые за три года. Об этом сообщают аналитики исследовательского холдинга «Рамир». Россияне стали тратить больше на 3%. Эксперты уверены, что дальше динамика будет только позитивной. Минувший август действительно стал дном, оттолкнувшись от которого россиян ждет только рост. Больше всего выросли расходы жителей крупных городов, таких как Новосибирск, почти на 8%. Кроме того, в сентябре наиболее расточительными себя показали россияне со средними доходами. А вот люди с высоким достатком, наоборот, стали тратить меньше. Курс рубля к доллару и евро незначительно вырос при открытии торгов сегодня. Однако глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин прогнозирует ослабление национальной валюты к концу года. Цитата дня в деловых новостях. Рубль будет зависеть от внешнеторгового баланса. Это сегодня ключевой фактор изменения курса. Если цена нефти будет держаться, то и рубль в среднем будет держаться. Однако номинально будет чуть-чуть ослабевать. На этом мы заканчиваем выпуск. В студии работал Борис Киргенеков. Оставайтесь на канале ОТС. Мы рассказываем интересно об интересном. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова